Здравствуйте подписчики и гости моего канала. Сегодня я расскажу вам как снизить крону дерева. Одна из подписчиц мне задала такой вопрос. Текстом писать очень долго, поэтому решил снять видео. Как снизить крону дерева. Возможно это будет интересно и другим, кто планирует снизить крону дерева. Не знает каким способом снизить. Многие совершают определенные ошибки. То есть допустим у человека 6 метровое к примеру дерево. И человеку нужно снизить крону дерева до 2 метров. Он берет и на 2 метра обрезает. То есть остается просто голый ствол. Зачастую такие деревья либо погибают, либо очень сильно начинают волчковать. То есть вы ослабляете вот это дерево таким способом, даже такое дерево может погибнуть. Может начать расти поросль снизу. Может очень сильно заволчковать. То есть должно быть понимание, когда вы режете дерево, вы должны понимать, какая крона у дерева точно такая же у него подземная часть. Какая наземная, такая и подземная часть. То есть по массе. Срезая наземную часть, подземная часть остается такой же мощной. И дерево пытается максимально быстро нарастить массу свою, вот эту ветки восстановить, крону восстановить. И она начинает давать толстые, максимально толстые мощные побеги. Либо она выбивает из спящих почек, либо начинает поросль снизу гнать. И таким способом приходится очень много вырезать. Ну уже получается так, что мощные ветки, которые начинают расти, они не растут тонкие, они растут мощные. Потому что максимально быстро дерево пытается восстановиться. И потом при срезании вот этих мощных волчков, вы получаете раны на дереве. Дерево начинает затягивать эти раны, тратит энергию и силы на то, чтобы залечить эти раны. Поэтому давайте разберем пример на пироканте. Вот как раз для подписчицы, чтобы было понимание, как это делать. Вот у вас, допустим, пироканта, 5-метровая. И вам нужно снизить крону до 2 метров. Как делаем снижение кроны? Сразу мы на 2 метра его не обрезаем. Допустим, мы находим ствол у вас оголенный. То есть все ветки с листвой, они находятся наверху, допустим, 5-4 метров. Вы срезаете крону до самых нижних веток, которые внизу расположены ветки. До этого уровня. Срезаете крону. Обязательно нужно оставлять ветки. Не надо оставлять просто голые стволы. Нужно оставить ветки. Оставив, допустим, даже по одной максимально низко расположенных ветвей. Это может быть там на 4 метрах. У вас, допустим, 5-метровая. На 4 или на 3,5 метров. Но вам нужно до 2 метров снизить. За один сезон вы этого не добьетесь. То есть вам нужно сделать поэтапно. 2-3 сезона снижать. Таким способом я вот у женщины снижал сад. У нее 6-7 метровые, 8-метровые деревья плодовые были. Ей нужно было снизить кроны деревьев до 2-3 метров максимум. Чтобы она могла доставать это с земли. Ухаживать и так далее. Деревья были очень старые. Это яблони, абрикосы и так далее. Груши. Снизить, как обычно люди поступают. Они берут и просто срезают. Допустим, 2 метра им надо. Они срезают, остается просто ствол. Так делать нельзя. Постепенно мы снижаем. То есть вот по примеру пироканты. Мы снизили допустим на 3,5 метра. У нас находятся самые низко расположенные ветви. Остальное у нас ствол оголенный. Вот до 3,5 метров, с 5 метров мы спускаем на низко расположенные ветки. Спустив до такого уровня, мы оставляем это дерево в покое. Это дерево пытается максимально восстановить эту крону. То есть весной начинают просыпаться спящие почки. То есть ниже этих веток. То есть эти ветки получаются вот эти самые низко расположенные. Они получаются самыми высокими теперь у этого дерева. И у этого дерева начинают просыпаться запасные почки. И начинает восстанавливаться крона. То есть уже ниже вот этих веток дальше начинают расти новые ветки. Дерево, когда сразу вы можете смотреть, регулировать то, что вам не надо, то, что не туда направлено, вы сразу их можете выламывать. Даже не срезать, а выламывать. Чтобы у растений не было потом, когда вы срежете их, когда они адрес не веют, чтобы не оставались раны. Все. Когда вот у вас обросло, допустим, ветки у вас уже спустились на уровень, допустим, 2 метров. Уже на уровне 2 метров у вас есть ветки. На следующий год вы уже можете срезать вот эту верхушку от, допустим, там 3,5 метров до 2. У вас уже на уровне 2 метров есть ветки. Вы также срезаете и на уровне 2 метров, которые самые низко расположенные. Вот. Срезаете. Вот у вас уже получаются крона уже с ветками. Потому что ветки обязательно нужно оставлять. Тогда дерево лучше восстанавливается, лучше, скажем так, меньше болеет и меньше вероятности, что оно погибнет. Поэтому пробуйте, делайте так, не торопитесь. Если хотите, чтобы дерево нормально восстановилось, нормально спустить крону, все это производится с помощью обрезки. Любое дерево можно спустить с помощью обрезки, придать им нужную форму, нужную крону и так далее. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok